Вон, вообще, вся крыша горит, пипец. Господи, ужас какой. Ну ладно, хоть скорая едет. Первый раз такое зрелище вижу. Молчи, Егин. Молчи, друзья, украинские беспилотники. И долетели практически до Москвы. Люди выпрыгивают из окон горящей клинической больницы. В 30 километрах от Москвы мощнейшая атака беспилотников. Перед этим, на самом деле, Украина наносит удары по Российской Федерации. Ну а президент Байден дал добро бить атакамсами по территории России. Это не только Курская область, но и вся Российская Федерация. Друзья, в Екатеринбурге люди выпрыгивают из окон горящей клинической больницы. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал. Я даю счастливое. Сегодня мы обсудим все новости и разрешения Байдена бить атакамсами по России. И удары по Подмосковью. И, конечно же, взрывы на территории Мордора. В комментариях напишите географию просмотров, откуда вы нас смотрите. И несколько теплых слов в поддержку Украины. Мы начинаем этот блог. Друзья, украинские беспилотники долетели почти до Москвы, но их сбили в Ровенском. Это в 30 километрах от столицы. Перед этим Россия наносила удары по Киеву, Одессе, Сумам и другим украинским городам. Всего за ночь Минобороны отчиталось о 59 сбитых беспилотников над российскими регионами. То есть сегодня вооруженные силы Украины ответили на массированный удар. Практически 60 беспилотников пишут Минубийство, что были сбиты. Соответственно, что больше сотни беспилотников сегодня атаковало Россию. Тем временем люди практически выпрыгивают из окон горящей клинической больницы в Екатеринбурге. Росми пишут, что пожар начался на крыше здания и распространился на 300 квадратных метров. Перед возгоранием проводились работы по утеплению кровли. Огонь локализован. Давайте посмотрим, как горела больница в Екатеринбурге и как россияне выпрыгивали из окон. Вообще, вся крыша горит. Пипец. Господи, ужас какой. Ну ладно, предскорая едет. Первый раз такое зрелище вижу. Молчей. Субтитры добавил DimaTorzok. Продолжение следует... 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 И поэтому речь идёт не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идёт о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединённых Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать. Уважаемая аудитория, мне очень интересно узнать, какие решения будет принимать Путин и как будут разорачиваться события. И то, что Путин после контактов с администрацией Трампа, они, безусловно, что были, после звонка с Шольцем, пытаясь, да, Шольц пытался сделать некую моротворческую миссию, продемонстрировал миру о том, что он будет уничтожать Украину, массированный ракетный обстрел. И поэтому, как должен ответить Запад еще более жестче на те действия Путина, мне неинтересно, как будет отвечать Запад на российскую агрессию, как Путин ответит на удары атакам сами и Storm Shadow, и не только скальпами по территории России. В комментариях напишите, откуда вы нас смотрите, и несколько теплых слов в поддержку вооруженной силы Украины. В ответ на разрешение бить ракетами атакам по территории России пропагандисты, конечно же, пугают мир ядерной войной. В чем ответит Россия? Ответ может быть любым. Не зря скорректирована наша ядерная доктрина, заявил в своей программе Дмитрий Киселев. Ну а депутат Госдумы Андрей Горулев пригрозил исчезновением Америки. Не будет ни Байдена, ни Трампа. Америке наносится 95-процентный тотальный ущерб. Сказал он. Может быть, официальные лица исходят с того, что только за 24-й год Россия уронила на собственной территории почти 150 своих же авиабомб по подсчетам Астра и приграничью не привыкать. Тысячу дней назад никто представить не мог, какие бы то ни было бомбы и ракеты, которые бы падали на российские города и поселки. Отличный исход спецоперации. Давайте еще посмотрим комментарии Путина. Вы резко активизировались в Европе и США разговоры о том, что Киеву может быть дано разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России. Вы дали понять, что это будет означать, что НАТО прямо воюет с Россией. На ваш взгляд, услышали они эти ваши слова, ваши сигналы? Они мне об этом ничего не сообщали. Надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения. Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применить это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своем самом первом заявлении, когда это было в Петербурге. Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО. Потому что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет, мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершить. Это самостоятельно украинская армия делать не может. Поэтому и то, что сейчас происходит, это делается руками НАТОвских офицеров. Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос. Ну и, естественно, мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно. Ну, об этом пока рановато говорить, но разумеет. Уже не рановато говорить. В комментариях, друзья, напишите, что вы думаете по этому поводу. То какая будет реакция Путина, в том числе, это что, будет Третья мировая война или начало большого ядерного столкновения, тактический ядерный удар. На что будет готов пойти Путин и самое главное, как его остановить НАТО. Украина нас не ослабевает, она нас усиливает. Санитаров в студию Соловьев окончательно утратил связь с действительностью и бредит. И в его параллельной реальности Украина подарила России немало земли, 10 миллионов людей, Азовское море. Кроме того, российская экономика развивается, растет. А российская армия лучшая в мире. Это, конечно же, бред российских пропагандистов. Одно дело, если бы ты так думал, живущий без интернета Путин, которому его челядь боится сообщать плохие новости, но на сне и ток-шоу на федеральных каналах Мордора должны же хоть как-то ориентироваться в ситуации и не вешать очередную лапшу на уши зрителей. Смотрим. Развиваться события. Понимаешь, что... Что, вы да не знаете, конечно, знаете. Ну, ну, надо сказать, Одесса точно будет русским городом. Это я точно понимаю. Это без вариантов. За все остальное сказать не могу. Нет, я просто не понимаю, зачем нужна Украина. Да не нужна, я про это и говорю. Нет, вот даже чисто теоретически, какой смысл? Не нужна. Не, ну, они сами выречтожили со шансом суверенности. Что Украина поставляет современному миру? Проблемы. Проблемы. Они доставляют неприятные, они ослабляют нас, пока, так сказать, нашему противнику... Да нас они не ослабляют, так получилось, что они нас усилили. Ну, с другой стороны, очищают и усиливают, да? Посмотри, они нам подарили, благодаря своей политике, землицы немало. Да. Они нам дали 10 с лишним миллионов людей. А сколько гадов убежало? Азовское море стало внутренним российским морем. Наша экономика развивается, несмотря на деятельность некоторых людей, она все равно развивается. Что они сделают, она все равно растет. Армия у нас сейчас, ну, очевидно, это лучшая армия в мире, самым большим реальным опытом. То есть, что они... И в завершении. А кому они вообще нужны? Я готовясь к... Что, мало ли... Что, детки заканчиваются в мире? Нет, я готова. Вы понимаете, есть отдельные цели, по которым можно нанести что? Демонстративные, предупреждающие удары, про которые мы в этой студии... Вот, а это Гурулев начинает рассказывать о том, как он будет отвечать на удары Storm Shadow, Scalp и Atacoms по Российской Федерации. С вами язы слова не говорит. Первый кандидат получить ядерную дубину по куполу... В Великобритании. Конечно. И я в вас больше, чем уверен, и уверяю, что обратки не будет. Потому что тот арсенал, который находится в России, он сто процентов сдерживает, что Байдена, что Трампа, от применения ядерного оружия в отношении России. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракеты Атаком, Скальп, Storm Shadow и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу? Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю, и американцы, и мы, Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки не существует. И это все влажные мечты российских пропагандистов. В центре Тбилиси десятки тысяч человек, десятки тысяч человек, друзья, вышли на парламентский уличный протест. Они требуют провести новые парламентские выборы. Сегодняшняя ночь стала одной из знаковых ночей протеста в истории последних лет, сказал один из лидеров коалиции за перемены Ника Гварами. Смотрим. Друзья, в Грузии коалиция за перемены объявила бессрочную акцию протеста против результатов парламентских выборов в Ньюс-Джорджии. Демонстранты сообщают, что в ближайшие 24 часа они заблокируют в Тбилиси некоторые улицы и установят около тысячи палаток. Ночь на 18 и 19 ноября они проведут под зданием Тбилисского государственного университета. Давайте еще будем наблюдать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал Даша Счастливая. Друзья, мы движемся к полумиллионам подписчиков, без вас это невозможно. Еще раз, уважаемые аудитории, мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру, боремся с российской пропагандой, пытаемся донести правду об агрессии России против Украины, о российских убийствах, о российских оккупационных действиях. Поэтому поддержите Украину, будьте на светлой стороне, будьте с нами, в комментариях напишите, откуда вы нас смотрите, из какого города, из какой страны. Несколько теплых слов в поддержку Украины, а также, что вы думаете о ситуации в целом, для нас ваше мнение очень ценно. Если вы поддерживаете Украину, если вы против Путина и смотрите нас из Мордора, смотрите нас через VPN, для вас это будет безопасно. Друзья, будьте на светлой стороне, будьте на стороне света, поддержите нас, слава вооруженным силам Украины, Украина обязательно победит.